Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 55-й главе книги пророка Исаии Вавилонского. Впрочем, надо сказать, что целый ряд исследователей видят в главах с 55-й или, может быть, с 56-й текст, написанный еще одним, уже получается, третьим автором, но в то же время стилистическая и тематическая разница между авторами глав с 40-й по 54-ю и с 55-й по 66-ю не так велика, поэтому для адекватного понимания контекста может быть, это академическая конструкция про третьего Исаию и излишняя. По крайней мере, это не такое обязательное развлечение, как развлечение между Исаией и Иерусалимским и Вавилонским. Некоторые, кстати, исследователи полагают, что вот главы с 55-й и дальше написаны тем же Исаией Вавилонским, но уже после возвращения в Иерусалим первых караванов в 538 году, тоже Рождество Христово. Так или иначе, вот отдельный от предыдущего текст, тоже в форме поэтического гимна, начинается он словами «Жаждущее» «Идите все к водам». Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, покупайте без серебра и без платы. Дело в том, что изгнанники в Вавилоне были, в общем, вполне себе лишены гражданских прав, они не могли владеть землей, они могли быть либо наемными рабочими, какими-нибудь там подъемщиками, либо заниматься торговлей, тоже, в общем, без благоприятствования, скажем так. И поэтому они всегда, в общем, нуждались в средствах к существованию. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока иудеи в плену не породили международных банков и долговых расписок, и всей вот этой вот системы безналичного денежного обращения, там, в древней Вавилонии, в любом случае, возможности выращивать свой хлеб на своей земле, они были лишены и вынуждены были хлеб покупать. Ну, и, соответственно, выращивать и продавать-то хлеб могли только природные вавилоняне, особенно главным образом этим занимались вавилонские храмы, шрицы, язычники, которые, вероятно, драли в три, дорога. Поэтому вот этот образ – нет денег, нет серебра, все равно идите покупайте, потому что теперь вам дается от Бога. Жаждущие идите все к водам. И не покупайте, там, стакан воды за серебряную монету, а идите и пейте. Жаждущие идите все к водам. Вот десница Божья открывается щедрым даром, который дается народу Божьему. И развивая, продолжая этот образ поэтический, когда можно пить и получать пищу без серебра, не отдавая пророк, и Господь через пророка говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Имеется в виду, прямо как в экклезиасте. Все труды человека для рта, сердце его же остается без насыщения. Бог говорит о том, что, ну да, пища, да, зерно, да, вода, но не это источник жизни, не это насыщает. А то, что подлинно насыщает, то, что действительно становится источником жизни, это Бог дает даром. Вот эту, если хотите, силу жизни, Бог дает даром. Послушайте меня внимательно, преклоните ухо ваше, придите ко мне, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Завет вечный, вот что, собственно, насыщает реально. Дальше, Господь говорит, неизменные милости, обещанные Давиду. Имеется в виду помазание, конечно, потомок Давида, вот я, вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего, ради Святого Израилева. Стало быть, это обращение к Мессии. Бог говорит, я дам тебе милости, обещанные Давиду, завет, и ты станешь свидетелем для народов, и народы к тебе придут, к тебе, к Мессии, ко Христу, ради того Бога, который является Богом Мессии. Ищите Господа народы, когда можно найти Его. Здесь пророк обращается уже, действительно, ко всем народам. Господь говорит о том, что все это происходит неожиданно, не так, как могли бы подумать, помыслить люди, ну или иными словами. Любой из нас на месте Бога действовал бы как-нибудь по-другому. Ну и потерпел фиаско, ясное дело. Сам же Господь вот здесь в 8-9 стихах говорит такую вещь одну, которую прямо надо знать наизусть. Прямо знать наизусть тоже. Вот должно быть перед глазами написано, «Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Ну потому что мы регулярно, может быть даже постоянно, меряем Бога по себе, впадаем в самый беспардонный антропоморфизм. И если мы склонны к жлобству и жестокости, мы часто приписываем это Богу. Если мы мелочны и лицемерны, мы часто врем про Бога, что и Он такой. Но Господь говорит, «Нет, у меня иначе мысль устроена, и пути мои не такие, как ваши. Я не такой, как вы, Бог иной». Ну можно сказать, красивое и умное слово трансцендентное, легче от этого не станет. Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. То, как Бог видит и решает стоящие перед Ним задачи. Нам невозможно предугадать. Невозможно. И нередко ни один из способов, которые видим мы, не сработает. А эффективно только то, что думает Бог. Пути Господни – единственные пути, которые ведут, так сказать, куда надо. Итак, мои мысли не ваши мысли, говорит Господь. Это слова, которые, еще раз повторю, надо знать наизусть и помнить. И помнить, когда мы ропщим, когда мы пытаемся предъявить Богу счет, почему история или биография происходят так, как происходят, его пути не наши пути. И пока ты не скажешь «да», ты будешь оставаться вне этих путей Господних. И дальше продолжается эта речь Божья через пророка и через Мессию. И говорится о том, что, как дождь и снег не сходят с неба и уже туда не возвращается, но наполняет землю, так и слово, которое исходит из уст Господних, это слово правды и прощения. «Это слово не вернется ко мне тщетным, говорит Господь, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово, как сказал архангел Гавриил Пресвятой Богородицы в день Благовещения. Вот это слово, которое исходит из уст Божьих к миру, оно не вернется к Богу обратно, оно будет работать, оно будет действовать, оно не вернется к Богу тщетным. И поэтому, говорит Господь, вы будете избавлены, потому что это изрекли уста Господних. Вы будете избавлены, выйдете с весельем и будете провожаемы с миром». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова